Агата Кристи. Партнеры по преступлению. Как бы я хотела, чтобы что-нибудь случилось, сказала она. Ее супруг поднял на нее укоризненный взгляд. Осторожнее, Таппинс, эта жажда острых ощущений меня тревожит. Таппинс снова вздохнула и мечтательно закрыла глаза. Итак, Томми и Таппинс поженились, промолвила она, и жили счастливо. Спустя шесть лет они все еще живут счастливо. Просто удивительно, почему все складывается совсем по-другому, нежели ожидаешь. Весьма глубокое замечание, Таппинс, но не оригинальное. Знаменитые поэты и еще более знаменитые богословы говорили об этом раньше и, прошу прощения, лучше. Шесть лет тому назад, продолжала Таппинс, я была готова поклясться, что при наличии денег на покупку самого необходимого и тебя в качестве мужа жизнь будет казаться одной большой и сладостной песнью, как утверждает один из поэтов, с которыми ты так хорошо знаком. Так что же тебе надоело, я или деньги? Холодно осведомился Томми. — Надоело, не совсем то слово, — великодушно отозвалась Таппинс. — Просто я привыкла к выпавшим на мою долю благам, ведь никто не понимает, какое блаженство дышать носом, пока не простудишься. — Может быть, мне начать понемногу пренебрегать тобой, — предложил Томми, — водить других женщин по ночным клубам и так далее. — Бесполезно, — ответила Таппинс, — ты просто будешь встречать меня там с другими мужчинами, но я бы хорошо знала, что другие женщины тебя не интересуют, а ты не был бы так уверен насчет меня и других мужчин. Женщины ведь куда более проницательны. — Мужчины превосходят их только в скромности, — пробормотал ее муж. — Но что с тобой происходит, Таппинс, чем ты недовольна? — Не знаю, просто я хочу, чтобы случилось нечто возбуждающее. Разве тебе, Томми, не хотелось бы снова охотиться за германскими шпионами? Подумай о полных опасностях днях, которые мы тогда пережили. Я понимаю, что ты и сейчас более или менее числишься на секретной службе, но это чисто конторская работа. Ты хотела бы, чтобы меня послали в кошмарную Россию переодетым большевиком, который торгует контрабандной выпивкой? — Какой в этом толк? — сказала Таппинс. — Мне бы не позволили тебя сопровождать, а я так хочу чем-нибудь заняться. — Ну так займись хозяйством, — предложил Томми. — Двадцати минут работы каждое утро после завтрака хватает, чтобы достичь почти полного совершенства. Тебе ведь не на что жаловаться, верно? — Ты ведешь хозяйство настолько безупречно, Таппинс, что даже становится скучно. — Я бы предпочла благодарность, — заметил Таппинс. — Конечно, у тебя есть твоя работа, но скажи Томми, неужели ты тоже тайком не испытываешь жажды острых ощущений? — Нет, — ответил Томми, — по крайней мере, я так не думаю, ведь эти ощущения могут оказаться весьма неприятными. — Как предусмотрительны мужчины, — вздохнула Таппинс, — неужели ты не тоскуешь по жизни полной романтики и приключений? — Что ты сейчас читаешь, Таппинс, — осведомился Томми. — Подумай, как было бы увлекательно, — продолжала Таппинс, — если бы мы услышали громкий стук в дверь, а когда открыли ее, то в квартиру, пошатываясь, вошел бы мертвец. — Мертвецы не пошатываются, — заметил Томми. — Ты отлично знаешь, что я имею в виду, — отмахнулась Таппинс. — Они всегда пошатываются, прежде чем упасть к твоим ногам, и произносят загадочные слова. Пятнистый леопард или что-нибудь в этом роде. — Я бы посоветовал тебе переключиться на Шопенгауэра или Эммануила Канта, — сказал Томми. — Такое чтиво как раз для тебя, — отозвалась Таппинс. — Ты становишься толстым и всем довольным. — Вовсе нет, — с негодованием возразил Томми, — ведь именно ты делаешь гимнастику для похудения. — Все ее делают, — сказала Таппинс. — Говоря, что ты толстеешь, я выразилась фигурально. Я имела в виду, что ты становишься преуспевающим, лоснящимся и довольным жизнью. — Не знаю, что на тебя нашло, — проворчал Томми. — Жажда приключений, — объяснила Таппинс. — Это лучше, чем тоска по любви. Хотя и она иногда меня одолевает. Я мечтаю о встрече с красивым мужчиной. — Ты встретила меня, — заметил Томми. — Разве этого тебе недостаточно? — С муглым, худощавым, сильным мужчиной, умеющим скакать верхом и ловить арканом диких лошадей, а также носящим брюки из овчины и ковбойскую шляпу, — саркастически добавил Томми. — И живущим в прериях, — продолжала Таппинс, — я бы хотела, чтобы он до безумия в меня влюбился. Конечно, я бы добродетельно отвергла его ухаживание и осталась верной брачному обету, но мое сердце тайно стремилось бы к нему. — Ну, — сказал Томми, — мне тоже часто хочется встретить по-настоящему красивую девушку с золотистыми волосами, которая по уши влюбилась бы в меня, только я вряд ли бы ее отверг, фактически я уверен, что не сделал бы этого. — Это лишь доказывает порочность твоей натуры, — заметила Таппинс. — Да что с тобой в самом деле? — удивился Томми. — Ты никогда еще так не говорила. — Да, но это уже давно накапливалось внутри, — отозвалась Таппинс. — Очень опасно иметь все, что хочешь, в том числе достаточно денег на тряпки. Правда, всегда можно покупать шляпы. — У тебя их уже около сорока, — напомнил Томми, — и все похожи друг на друга. — Шляпы всегда так выглядят, — сказала Таппинс. — На самом деле они вовсе не похожи, в них столько мелких деталей. Кстати, сегодня утром у мадам Виолетт я видела такую симпатичную шляпку, раз тебе больше нечем заняться, кроме покупки шляп, в которых ты не нуждаешься. — Вот именно, — прервала Таппинс. — Если бы только мне было чем заняться, придется поступить в какую-нибудь благотворительную организацию. — О, Томми, как бы я хотела, чтобы произошло что-нибудь захватывающее. Честное слово, я чувствую, что это пошло бы нам на пользу, если бы мы могли найти добрую фею. — Странно, что ты об этом упомянула, — воскликнул Томми. Поднявшись, он подошел к письменному столу, выдвинул ящик, вытащил оттуда маленькую фотографию и протянул ее Таппинс. — Значит, ты их проявил, — обрадовалась Таппинс. — Кто это снимал, я или ты? — Я, — ответил Томми. — Твои снимки не получились, выдержка была меньшей, чем нужно, у тебя всегда так. — Тебя радует, что ты хоть что-то умеешь делать лучше меня, — надулась Таппинс. — Глупое замечание, — сказал Томми, — но на сей раз я оставлю его без внимания. Я хотел показать тебе вот это. Он ткнул пальцем в белое пятнышко на снимке. — Царапина на пленке, — предположила Таппинс, — вовсе нет, — возразил Томми. — Это фея, Таппинс. — Томми, ты идиот, посмотри сама. Он протянул ей лупу, и Таппинс стала внимательно разглядывать фотографию. С большой долей фантазии царапину можно было принять за маленькое крылатое существо на каминной решетке. — У нее есть крылья, — воскликнула Таппинс. — Забавно. Настоящая фея в нашей квартире. Может быть, написать об этом Конан Дойлу? Как ты думаешь, Томми? Она исполнит наши желания. — Скоро узнаешь, — ответил Томми. — Ты ведь так хотела, чтобы что-нибудь случилось? В этот момент дверь открылась, и высокий парнишка лет пятнадцати, казалось еще не решивший, кем он является, дворецким или мальчиком-слугой, торжественно осведомился. — Вы дома, мадам? В парадную дверь только что позвонили. — Хорошо бы, Альберт не так часто ходил в кино, — вздохнула Таппинс после того, как паренек удалился, получив подтверждение. Теперь он изображает дворецкого с Лонг-Айленда. Слава богу, я отучила его спрашивать у посетителей визитные карточки и приносить их мне на подносе. Дверь снова открылась, и Альберт доложил таким тоном, словно произносил королевский титул. — Мистер Картер! — Шеф! — удивленно пробормотал Томми. Таппинс вскочила, приветствуя высокого седовласого мужчину с усталой улыбкой и пронизывающим взглядом. — Рада вас видеть, мистер Картер! — Очень хорошо, миссис Томми. А теперь ответьте мне на один вопрос, как вы поживаете? — Вполне удовлетворительно, но скучновато, — подмигнув, отозвалась Таппинс. — Еще лучше! — одобрил мистер Картер. Очевидно, я застал вас в подходящем настроении. — Звучит обнадеживающе, — заметила Таппинс. Альберт, все еще копируя Лонг-Айлендского дворецкого, подал чай. Когда процедура была успешно завершена и дверь за ним закрылась, Таппинс сразу же спросила. — У вас что-то на уме, не так ли, мистер Картер? Вы собираетесь отправить нас с миссией в кошмарную Россию? — Не совсем, — ответил мистер Картер. — Но у меня действительно есть к вам предложение. Полагаю, вы не из тех, кто избегает риска, миссис Томми. Глаза Таппинс возбужденно блеснули. — Для нашего ведомства нужно выполнить кое-какую работу, — продолжал мистер Картер. И я подумал, только подумал, что вам двоим она может подойти. Вижу, вы получаете дейли-лидер. Подобрав со стола газету, мистер Картер нашел колонку объявлений и указал пальцем на одно из них, передавая газету Томми. Прочтите это. Томми повиновался. — Международное детективное агентство Теодора Бланта. Частные расследования. Большой штат надежных и опытных агентов. Полная конфиденциальность. Бесплатные консультации. Хейлхэм Стрит, 118. Он вопрошающе посмотрел на мистера Картера, тот кивнул. — Уже некоторое время это детективное агентство было на последнем издыхании. Мой друг приобрел его за бесценок. Мы подумываем запустить его снова, скажем, на испытательный срок в полгода. И, конечно, на это время нам понадобится управляющий. — Как насчет мистера Теодора Бланта? — спросил Томми. — Боюсь, мистер Блант вел себя довольно нескромно. Пришлось вмешаться Скотланд-Ярду. Сейчас он находится под арестом, но не сообщает нам и половины того, что мы хотели бы знать. — Понимаю, сэр, — сказал Томми. — По крайней мере, думаю, что понимаю. — Предлагаю вам взять шестимесячный отпуск по болезни. А если вы захотите возглавить детективное агентство под именем Теодора Бланта, то меня это не касается. Томми не сводил глаз шефа. — Какие будут указания, сэр? — По-моему, мистер Блант вел дела за рубежом. Следите за письмами в голубых конвертах с русскими марками от торговца ветчиной, разыскивающего свою жену, которая приехала в Англию несколько лет назад в качестве беженки. Отправьте марку, и под ней вы найдете число шестнадцать. Копируйте эти письма, а оригиналы посылайте мне. Также, если кто-нибудь придет в ваш офис и упомянет число шестнадцать, сообщите мне немедленно. — Понятно, сэр, — кивнул Томми. А кроме этого, мистер Картер взял со стола перчатки, собираясь уходить. — Можете руководить агентством по своему усмотрению. Думаю, — он подмигнул, — для миссис Томми будет забавно попробовать силы на поприще детектива. Агата Кристи. Партнеры по преступлению. Чайник Через несколько дней мистер и миссис Беррес Форд вступили во владение офисом Международного детективного агентства. Он располагался на третьем этаже довольно ветхого здания в Блумсбере. В маленькой приемной Альберт сменил роль Лонгайлендского дворецкого на роль посыльного, которую играл безупречно. Его концепция образа заключалась в бумажном кульке со сладостями, в лохмоченной голове и испачканных чернилами пальцах. Из приемной две двери вели в два кабинета. На первой из них значилось клерке, на второй — личный кабинет. За второй дверью находилась маленькая комфортабельная комната с большим письменным столом невероятно делового вида, множеством шкафов для картотек, снабженных витиеватыми надписями, но абсолютно пустых и несколькими крепкими стульями с кожаными сиденьями. За столом восседал мистер Лжеблант, старающийся выглядеть так, словно он возглавлял детективное агентство всю жизнь. Телефон, разумеется, стоял в пределах достигаемости. Таппинс и Томми заранее отрепетировали несколько телефонных звонков, дав Альберту соответствующие инструкции. В соседней комнате, где находилась Таппинс, была пишущая машинка, стояли несколько столов и стульев, заметно уступающих по качеству своим собратьям в кабинете великого шефа и газовая плитка для приготовления чая. Фактически все имелось в наличии, кроме клиентов. Но Таппинс это не смущало, она питала самые радужные надежды. «Это просто чудо!» – восклицала она. «Мы будем преследовать убийц, находить пропавшие фамильные драгоценности, искать исчезнувших людей и разоблачать мошенников». Однако Томми счел своим долгом умерить ее пыл. «Успокойся, Таппинс, и попытайся забыть дешевые романы, которые ты поглощаешь. Наша клиентура, если таковая вообще появится, будет состоять исключительно из мужей и жен, желающих устроить слежку за своей половиной. Улики, необходимые для развода, единственная цель частных детективных агентств». «Фу!» – поморщилась Таппинс. «Мы не станем заниматься делами о разводах, нам следует поднять престиж нашей новой профессии». Да, с сомнением протянул Томми. Через неделю они с унылым видом обменивались результатами. «Три глупые женщины, чьи мужья уехали на уикенд», – вздохнул Томми. «Кто-нибудь приходил, пока я был на ланче?» «Толстый старик с легкомысленной женой», – столь же печально вздохнула Таппинс. «Я все время читаю в газетах, что число разводов увеличивается, но до сих пор я этого не осознавала. Мне уже надоело повторять, что мы не беремся за дела о разводах». «Мы включили это в объявление», – напомнил ей Томми. «Так что теперь бизнес пойдет лучше». «Боюсь, объявления привлекут еще больше подобной публики», – меланхолически промолвила Таппинс. «Но я не собираюсь сдаваться. Если понадобится, я сама совершу преступление, а ты его расследуешь». «И что хорошего из этого выйдет? Подумай о моих чувствах, когда я буду нежно прощаться с тобой на Боу-стрит или на Вайн-стрит». «Вспоминая твои холостяцкие дни», – вставила Таппинс. «Я имел в виду Олд Бейли», – поправился Томми. «Ну что-то необходимо предпринять», – заметила Таппинс. «А то нас распирает от талантов, которые мы не можем применить на практике». «Мне всегда нравились твои бодрость и оптимизм, Таппинс. Ты, кажется, нисколько не сомневаешься в своих талантах». «Конечно», – Таппинс широко открыла глаза, – «но ведь у тебя нет необходимых знаний». «Ну, я прочла все детективные романы, которые были опубликованы за последние десять лет». «Я тоже», – сказал Томми, – «но у меня предчувствие, что это не слишком нам поможет». «Ты всегда был пессимистом, Томми. Вера в себя – великое дело». «У тебя ее более чем достаточно», – усмехнулся Томми. «Конечно, в детективных романах все гораздо легче», – задумчиво промолвила Таппинс. «Потому что автор действует в обратном направлении. Я имею в виду, когда знаешь разгадку, легко подобрать ключи к ней. Любопытно». Она сделала паузу, наморщив лоб. «Да», – спросил Томми. «Мне пришла в голову идея», – сказала Таппинс. «Еще не совсем пришла, но приходит». Она встала. «Пожалуй, я пойду и куплю шляпу, о которой тебе говорила». «О боже», – простонал Томми, – «еще одна шляпа. Она очень симпатичная», – с достоинством заявила Таппинс и с решительным видом вышла из комнаты. В последующие дни Томми пару раз спрашивал ее насчет идеи, но Таппинс всего лишь качала головой и просила дать ей время. А затем одним достопамятным утром прибыл первый клиент, и все прочее было забыто. В дверь приемной постучали, и Альберт, только что положивший в рот леденец, крикнул неразборчиво «Войдите!». После этого он от удивления и восторга проглотил леденец целиком, ибо на сей раз клиент выглядел как надо. Высокий молодой человек, красивый и дорого одетый, неуверенно стоял на пороге. «Настоящий джентльмен, если я когда-нибудь такого видел», – подумал Альберт. В подобных вопросах на его суждение можно было положиться. Молодой человек выглядел года на 24, у него были черные напомаженные волосы и розоватые круги вокруг глаз, а подбородок практически отсутствовал. Охваченный экстазом, Альберт нажал кнопку под столом, и за двери с надписью «Клерки» сразу же послышался стук пишущей машинки. Таппинс заняла боевой пост. Этот признак деловой атмосферы, казалось, наполнил посетителя благоговейным страхом. «Скажите», – запинаясь начал он, – «это детективное агентство «Блистательные сыщики Бланта»?» «Желаете, сэр, поговорить с самим мистером Блантом?» – осведомился Альберт всем своим видом, выражая сомнение, что такое можно устроить. «Да, приятель, хорошо бы. А это возможно?» «Полагаю, вам не назначена встреча?» Визитер выглядел все более виноватым. «Боюсь, что нет. Всегда разумнее, сэр, сначала позвонить. Мистер Блант так занят, в настоящее время он разговаривает по телефону, Скотланд-Ярд обратился к нему за консультацией». Казалось, эти слова произвели должное впечатление на молодого человека. Понизив голос, Альберт доверительно поделился информацией. «Кража важных документов из правительственного учреждения. Хотят, чтобы мистер Блант взялся за это дело». «Вот как, должно быть, он способный малый». «Он босс, сэр», – ответил Альберт. «И этим все сказано». Молодой человек опустился на жесткий стул, абсолютно не догадываясь, что через искусно замаскированные отверстия за ним внимательно наблюдают две пары глаз. Таппенс, отрывающийся от бешеных атак на пишущую машинку и Томми, ожидающего подходящего момента. Вскоре на столе Альберта раздался звонок. «Босс освободился. Узнаю, сможет ли он вас принять», – сказал Альберт и скрылся за дверью с надписью «Личный кабинет». Вскоре он появился снова. «Пожалуйста, пройдите сюда, сэр». Посетителя проводили в кабинет, где симпатичный молодой человек со смышленым лицом и рыжеватой шевелюрой поднялся ему навстречу. «Садитесь. Хотите посоветоваться со мной? Я мистер Блант». «В самом деле, я имею в виду, вы очень молоды». «Дни стариков остались позади», – махнув рукой, заявил Томми. «Кто развязал войну? Старики. Кто повинен в нынешней безработице? Старики. Кто ответственен за все происшедшие безобразия? Снова старики». «Думаю, вы правы», – согласился клиент. «Я знаю одного поэта», – по крайней мере, он так себя называет, – «который говорит то же самое». «Должен сообщить вам, сэр, что ни одному из моих прекрасно подготовленных сотрудников не больше 25 лет – это истинная правда». Так как весь штат прекрасно подготовленных сотрудников состоял из Таппинс и Альберта, в этих словах не приходилось сомневаться. «А теперь факты», – потребовал мистер Блант. «Я хочу, чтобы вы кое-кого нашли», – выпалил молодой человек. «Пожалуйста, сообщите подробности». «Понимаете, это неловко. Дело уж больное деликатное. Ей это может чертовски не понравиться, я имею в виду, ну, это трудно объяснить». Он беспомощно посмотрел на Томми, последний ощущал некоторую досаду. Ему хотелось отправиться на ланч, но он предвидел, что извлечение фактов из данного клиента окажется долгой и утомительной процедурой. «Она исчезла по собственной воле или вы подозреваете похищение?» – резко осведомился Томми. «Не знаю», – отозвался молодой человек. «Я вообще ничего не знаю». Томми взял карандаш и блокнот. «Прежде всего», – сказал он, – сообщите мне ваше имя. Мой посыльный получил инструкцию никогда не спрашивать имена. Таким образом, беседа остается полностью конфиденциальной. «Отличная идея», – одобрил молодой человек. «Моя фамилия…» «Смит». «Нет-нет», – возразил Томми. «Пожалуйста, подлинное имя». Визитер испуганно посмотрел на него. «Эээ…» «Сент-Винсент Лоренс Сент-Винсент». «Любопытная вещь», – заметил Томми. «Насколько редко встречаются люди, чья настоящая фамилия Смит. Лично я не знаю ни одного Смита, но девять человек из десяти, желающих скрыть подлинное имя, называют эту фамилию. Я как раз пишу монографию на эту тему». В этот момент на письменном столе затренькал звонок. Это означало, что Таппинс предлагает взять инициативу на себя. «Томми, который хотел есть и не испытывал к мистеру Сент-Винсенту никакой симпатии, был этому только рад. Прошу прощения», – извинился он, поднимая телефонную трубку. На его лице отразились быстро сменяющие друг друга чувства – удивление, испуг и, наконец, радость. «Неужели?» – сказал он в трубку. «Сам премьер-министр?» «Конечно, в таком случае я отправляюсь немедленно». Положив трубку на рычаг, Томми повернулся к клиенту. «Должен извиниться перед вами, мой дорогой сэр, крайне срочный вызов. Если вы изложите факты моему доверенному секретарю, она займется ими». Он подошел к двери, соединяющей его кабинет с комнатой Таппинс. «Мисс Робинсон!» Таппинс, выглядевшая аккуратно и скромно, с гладко причёсанными чёрными волосами и в платье с кружевными манжетами и воротничком, вошла в кабинет. Томми представил её и удалился. «Насколько я понимаю, мистер Сент-Винсент, леди, к которой вы питаете интерес, исчезла», — заговорила Таппинс, сев за стол и взяв карандаш и блокнот мистера Бланта. «Молодая леди?» «О да», — ответил мистер Сент-Винсент, «молодая и... и ужасно красивая». Лицо Таппинс стало серьёзным. «Боже мой!» — пробормотала она. «Надеюсь, что...» «Вы не думаете, что с ней что-то случилось?» С тревогой осведомился мистер Сент-Винсент. «Нужно надеяться на лучшее», — ответила Таппинс фальшиво-бодрым тоном, который поверг молодого человека в уныние. «Вы должны что-нибудь сделать, мисс Робинсон. Не считайтесь с расходами!» «Я не пожалею для неё ничего на свете. Вы вроде бы мне сочувствуете, поэтому признаюсь вам, что я обожаю землю, по которой она ходит. Лучше её никого нет. Пожалуйста, сообщите её имя и всё остальное. Её зовут Жанет. Фамилии я не знаю. Она работает в шляпном магазине «Мадам Виолет» на Брук-стрит. Жанет — девушка строгая, сколько раз меня отшивала. Я зашёл туда вчера и стал ждать, когда она появится, но все вышли, кроме неё. Тогда я узнал, что в то утро она не пришла на работу, никого не предупредив. Старая мадам была в ярости. Я взял её адрес и отправился туда, но мне сказали, что Жанет накануне вечером не вернулась домой, и они не знают, где она. Я был в отчаянии. Сначала хотел обратиться в полицию, но потом подумал, что если с Жанет всё в порядке, она на меня за это рассердится. Потом я вспомнил, что на днях она сама показывала мне ваше объявление в газете и говорила, что одна из женщин, которая покупает у неё шляпы, расхваливала вовсю ваше мастерство и вашу тактичность, поэтому я отправился прямиком к вам. «Понятно», — сказала Таппинс. «Какой же у неё адрес?» Молодой человек назвал его. «Пожалуй, это всё», — задумчиво промолвила Таппинс. «Скажите, вы помолвлены с этой молодой леди?» Мистер Сент-Винсент покраснел как рак. «Ну, не совсем. Но я собираюсь просить её руки, как только увижу её снова, если это когда-нибудь произойдёт». Таппинс отложила блокнот. «Желаете специальное суточное обслуживание?» — деловито осведомилась она. «А что это такое?» «За это полагается двойной гонорар, но мы дадим поручение всем незанятым сотрудникам. Если леди жива, мистер Сент-Винсент, то завтра в это же время я сообщу вам её место пребывания». «Это просто чудесно! Мы пользуемся услугами экспертов и гарантируем результаты», — скромно сказала Таппинс. «Должно быть у вас первоклассный штат». «Безусловно. Кстати, вы не сообщили мне описание молодой леди. У неё чудесные волосы, золотистые цвета заходящего солнца. Знаете, я только недавно стал обращать внимание на закаты. В них куда больше поэзии, чем мне казалось». «Рыжие волосы», — бесстрастно повторила Таппинс, делая запись в блокноте. «Какого она роста?» «Высокого, и у неё потрясающие тёмно-голубые глаза. Держится она решительно, может сходу обрезать парня». Таппинс записала ещё несколько слов, закрыла блокнот и поднялась. «Если вы придёте завтра к двум часам, думаю, мы сможем сообщить вам какие-нибудь новости», — сказала она. «Всего хорошего, мистер Сент-Винсент». Когда Томми вернулся, Таппинс как раз закрыла справочник Дебрета. «Выяснила все детали. Лоренс Сент-Винсент — племянник и наследник графа Черитона. Если мы с этим справимся, то станем известны в высшем обществе». Томми прочитал записи в блокноте. «Что, по-твоему, произошло с девушкой?» спросил он. «Думаю», — ответила Таппинс. «Она исчезла по велению сердца, чувствуя, что слишком любит этого молодого человека, чтобы сохранить душевный покой». Томми с сомнением посмотрел на нее. «Я читал про такое в книгах», — сказал он, — «но никогда не знал девушек, которые поступили бы так в реальной жизни». «Вот как. Ну, возможно, ты прав. Но Лоренс Сент-Винсент легко проглотит подобный вздор. Он полон романтических иллюзий. Кстати, я гарантировала результат через 24 часа. Наши специальные услуги». «Ты полная идиотка, Таппинс. Зачем ты это сделала?» «Просто мне в голову пришла идея. Я подумала, что это неплохо звучит. Не беспокойся. Предоставь все мамочке. Она лучше знает, что делать». Таппинс вышла, оставив Томми глубоко неудовлетворенным. Вскоре он поднялся, вздохнул и отправился делать то, что мог, проклиная живое воображение Таппинс. Когда усталый и сердитый Томми вернулся в половине пятого, он застал Таппинс, вынимающий пакет с печеньем из тайника в одном из ящиков для картотеки. «Ты выглядишь разгоряченным», – заметила она. «Чем занимался?» «Обходил больницу с описанием девушки», – проворчал Томми. «Разве я не сказала, чтобы ты предоставил это мне?» – осведомилась Таппинс. «Ты не можешь в одиночку разыскать девушку за сутки. Могу. Более того, я уже это сделала». «Что ты имеешь в виду?» «Очень простая проблема, Ватсон». «Где же она сейчас?» – Таппинс указала рукой на дверь. «Рядом, в моей комнате». «Что она там делает?» Таппинс рассмеялась. «Ну, учитывая наличие чайника, газовой горелки и полфунта чая, ответ легко угадать». «Понимаешь», – продолжала она. «Я всегда покупаю шляпы у мадам Виолетт. И на днях узнала среди продавщиц девушку, которая работала со мной медсестрой в госпитале. После войны она открыла шляпный магазин, но прогорела и поступила к мадам Виолетт. Мы с ней все это придумали. Она должна была подсунуть наше объявление молодому Сент-Винсенту, а потом исчезнуть. Блистательные сыщики Бланта со свойственной им эффектностью ее находят. Это, с одной стороны, создаст нам рекламу, а с другой побудет Сент-Винсента поскорее сделать Жанет предложение. А то бедняжка уже отчаялась. «У меня просто нет слов, Таппинс!» — воскликнул Томми. «В жизни не слышал о такой безнравственной авантюре. Ты ведь подстрекаешь этого молодого человека. Жениться на девушке не его круга!» «Чушь!» — отрезала Таппинс. «Жанетт прекрасная девушка. Даже странно, что она так влюбилась в этого рохлю. С первого взгляда видно, что его семья нуждается в здоровой свежей крови. Жанетт отлично ему подходит. Она будет присматривать за ним, как мать, заставит его покончить с коктейлями и ночными клубами и вести здоровую жизнь сельского джентльмена. Пошли, я тебя с ней познакомлю!» Таппинс открыла дверь в соседнюю комнату, и Томми последовал за ней. Высокая девушка с красивыми темно-рыжими волосами и приятным лицом поставила вскипевший чайник и улыбнулась, продемонстрировав ряд ровных белых зубов. «Надеюсь, вы простите меня, сестра Каули?» «Я имею в виду миссис Беррисфорд. Я подумала, что вы тоже захотите чаю. Сколько чайников вы кипятили для меня в госпитале в три часа ночи?» «Томми», — сказала Таппинс, «позволь представить тебе мою старую подругу, сестру Смит». «Смит, говоришь?» «Как странно», — воскликнул Томми, пожимая девушке руку. «Что?» «О, ничего особенного, просто маленькая монография, которую я подумываю написать». «Приди в себя, Томми», — одернула его Таппинс. Она налила ему чашку чая. «Давайте выпьем за успех Международного детективного агентства «Блистательные сыщики Бланта». Пусть они никогда не знают поражений». Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусти и ВКонтакте. Все ссылки в описании.